Аспиранты Объединило молодых ученых явление электронного парамагнитного резонанса, открытое Завойским еще в 1944 году. Наиболее актуальными и перспективными областями исследований участники молодежной научной школы называют области нанотехнологий и ядерного магнитного резонанса. Здесь обсуждаются самые, само название говорит, актуальные проблемы магнитного резонанса. Можно здесь в качестве примера назвать, значит, это проблема создания квантовых компьютеров. Логичным завершением данного форума стала церемония вручения молодежной премии Завойского физикам, которые внесли самый заметный вклад в данную отрасль за последний год. Безусловно, путь молодого физика непрост и лежит через множество трудностей. Когда я пришел только в эту лабораторию, мне сначала, ну, скажем так, меня заставили возиться с железом, с железком. И первое, чем я начал заниматься, я здесь у нас в Казани начал готовить первые свои образцы, заниматься, как говорило, вакуумными технологиями, напылять тонкие пленки и смотреть за их свойствами. В этот раз победы были удостоены двое ученых. Ассистент кафедры теоретической физики КФУ Эдуард Байбеков за теоретические разработки и младший научный сотрудник КАЗ НЦ РАН Павел Лёксин за экспериментаторскую деятельность. Помимо главных наград были также вручены дипломы второй степени. Кроме дипломов победители получили денежные субсидии на продолжение своих исследований. Какие мотивационные вещи, они нужны. И нужно видеть таланты подрастающих поросов, которые рано или поздно, шаг за шагом, придет нам на спину. Артем Масляхов, Александр Муравьев. Специально для Универньюз.